Беседа между его божественной милостью Ачебак Тивидантой Свами Прабхупадой и доктором Арнольдом Тойнби, известным историком, 22 июля 1973 года в Лондоне, Англия. Вы что-то слышали о нашем движении сознания Кришны? В общем и целом, да. Возможно, вы мне больше расскажете. Оно основано на Бхагавад-гите. Вы читали Бхагавад-гиту, по-моему. Да, да. Так, главным образом, оно основано на Бхагавад-гите. И в Шримад-Бхагаватам оно более подробно объясняется. Бхагавад-гита — это вступление к Шримад-Бхагаватам. Да. Бхагавад-гита сообщает нам о том, как сознание Бога может сделать человеческое общество счастливым. Целью человеческого общества должно быть осознание Бога. В этом разница между животным и человеком. Да. Итак, Бхагавад-гита рекомендует, чтобы общество в целом было разделено на четыре сословия. Браманы, то есть самые интеллектуальные люди, кшатри, администраторы, ващи, торговцы и фермеры, и шудры — обычные люди, рабочие. Потому что материальный мир управляется тремя гунами природы — благостью, страстью и невежеством. В соответствии с качествами человека, его следует причислять к определенной категории. И обязанность государства — проследить, чтобы все эти сословия, категории действовали, как подобает. И тогда, благодаря устроению Господа, благодаря законам природы, живые существа получат все необходимое для жизни. Они будут свободными от беспокойств, от болезней. И практической демонстрацией этого был период правления Махараджа Юдиштхиры. Я хотел бы процитировать некоторые отрывки, начать с первого номера. Махараджа Юдиштхиры, после битвы на Курупшетре, все пятеро братьев практически постились в знак искупления за смерть огромного количества людей, обдавших свои жизни ради них. И затем, следуя наставлениям старших Бишмы и Кришны, Махараджа Юдиштхиры взошел на трон, возглавил правительство, и в его период, прочти это, начинай со слов Камам Ваварша. Перевод. «Когда миром правил Махараджа Юдиштхира, облака изливали столько воды, сколько было нужно людям, и земля в изобилии производила все необходимое человеку. Коровы были радостны, а их вымя полным, и поэтому они увлажняли пастбище молоком». Таким было состояние царства. Коровы чувствовали себя в безопасности. В настоящее время коровы очень несчастны. Я видел это. Они практически плачут, потому что они понимают, «Через некоторое время меня убьют». Они это чувствуют. Итак, в период правления Махараджа Юдиштхиры, коровы были счастливы. И поскольку они были счастливы, они производили столько молока, что во время выпаса они увлажняли своим молоком пастбище. Молоко текло у них из вымени. Столько было молока. И камамба ваша парджанья. Дожди выпадали регулярно, что позволяло производить обилие продуктов питания. Было все остальное так же. Например, драгоценные камни. Они тоже образуются благодаря дождю, которая выпадает во время влияния определенного созвездия. Мы узнаем это из книг по астрологии. То есть драгоценные камни образуются благодаря этому так же. Пушьяннакшатра. Поэтому говорится, парджанья, дождь, возникает благодаря совершению жертвоприношений. Прочти эту часть. Это из Бхагавадгиты. Анна, бхаванти, бут, они означают получают достаточное питание, живые существа растут, становятся сильными как животные, так и люди. И далее. Парджанья анна-самбхава. Анна, то есть влаки, произрастают благодаря парджане, благодаря тучам. И ягья от бхавати, парджанья. Если мы регулярно смешаем ягью, то в облаках скапливаются регулярно тучи. Если тучи образуются, то идет дождь. И если идет дождь регулярно, то можно производить достаточное количество пищи, фруктов, зерна, овощей и кормить ими как животных, так и людей, которые набирают силу, становятся счастливыми и снова совершают ягью. Животные, коровы, дают молоко. Таким образом, все общество обретает счастье. Таковы предписания, данные в ведических текстах. Если люди воспользуются этими наставлениями, и как вы упомянули в своей статье, великие провидцы, если они последуют наставлениям этих провидцев, то можно изменить всю историю человечества. Это нетрудно. Но согласятся ли люди принять это или нет? Это уже задача лидеров общества. Я думаю, что англичане очень хорошо организовали Британскую империю, но по той или иной причине сейчас она утрачена. Тем не менее, этот престиж англичан можно вновь поднять, если жить согласно наставлениям вед, если попытаться установить систему в обществе, политическую систему, экономическое развитие. Все указания в этом отношении приводятся. Вы все великие историки, есть много политиков, если вы воспользуетесь этими наставлениями ведов, если вы всерьез воспримите их, вы можете превратить свое государство в идеальную страну, и люди до сих пор готовы следовать за вами, и тогда вся история мира изменится. Если вы согласитесь, я могу помочь вам, я могу помочь. злаки и молоко должны производиться в изобилии, и тогда решатся все экономические проблемы. Формула существует, как добиться обильного производства сельскохозяйственных продуктов и молока. Все это содержится в Бхагавадгите и Шимадбхагаватам. Есть примеры Махараджи и Диштиры. Но мы должны серьезностью последовать этой формуле, практически применять ее. То есть, вы подразумеваете, что учение Гиты предназначено для всех людей на все времена? Да, да, это мое желание. Пусть учение Бхагавадгиты на практике примет человеческое общество и вне всякого сомнения они будут счастливы. Непременно. Об этом сказано в Бхагавадгите. сейчас все поставлено с ног на голову. И в вашей стране, в других западных странах эти страны очень организованы. Сейчас вы еще не испытываете таких больших беспорядков, но это время грядет. Индия и другие подобные страны находятся в очень упадочном состоянии. Да. Они утратили свою культуру и не смогли ассимилировать образ жизни западной цивилизации. Поэтому они разрушились. То есть в Индии все утратили индийскую культуру? Нет, не все. Не все. Но в общем и целом по крайней мере так называемые образованные люди от 5 до 10 процентов они утратили культуру. Так называемые образованные они сейчас практически руководят людьми. Вы будете удивлены, когда узнаете, что в 1950 году один из моих учеников работал в правительстве статистиком. И он отправился в одну деревню и потом сообщил мне, что жители деревни спросили у него «Бабу Джи, вы понимаете хинди?» Нет, я не понимаю. Что он спросил? Если мы отдадим свои голоса англичанам, они приедут и будут здесь работать? Да. У них были такие чувства. На самом деле в Индии, я был тогда ребенком и знаю, что все индийцы чувствовали себя очень защищенными, они никогда не думали, что англичане уйдут. Они очень симпатизировали им. И это почувствовал этот статистик. Люди не очень-то довольны нынешней системой правительства. Английское правительство было на хорошем счету у индийцев. Даже Бхактивинот Тхакур хвалил их. Бхактивинот Тхакур написал в одной из своих работ. Англичане очень хорошие, потому что они не вмешиваются в религиозные отношения. Как только они изменили свои взгляды и попытались разделить индусов и мусульман, они потеряли свою британскую империю. в соответствии с декларацией королевы британцы обязались, что не будут вмешиваться в религиозные отношения. Позднее ради политических целей, когда они вмешались, начали встревать в индо-мусульманские вопросы, тогда они утратили свою британскую империю. Но люди, которые сейчас правят Индией, в основном они получили образование на Западе. Да, искаженное. например, Неру, он получил образование на Западе, он учился в Лондоне, но он ненавидел все индийское. Да. Раньше, в детстве, мы видели, что любой человек, любой индиец, который уезжал в Лондон, потом возвращался в Индию, он уже не чувствовал себя в своей тарелке на индийской земле. Таких людей называли вернувшимися из Англии. И они сформировали свое общество. Затем наш Рам Мохан Рая организовал общество Брахма. И потом снова было много изменений. Сейчас все опять ног на голову перевернуто. на самом деле положение Индии таково, что индийцы потеряли свою культуру и не смогли ассимилироваться в западной культуре. Но в западных странах если люди примут этот ведический путь цивилизации, то они снова пойдут по нему. Конкуренты Нельсона. Да. Фотография была опубликована в газете. Вы видели? В Гардионе. Конкуренты Нельсона. Западные страны в основном озабочены экономикой, деньгами, богатством. Они могут это продолжать. Но нужно перенять дух ведической культуры. Не подумайте, что если мы приняли ведическую культуру, нам нужно остановить промышленность, материальное развитие. Нет. Бхагавадгита этому не учит. Нужно лишь изменить сознание. Поэтому мы назвали общество сознанием Кришны. Необходимо стать сознающим Кришну. Тогда все приложится. Не нужно менять сам образ жизни. Небольшие изменения должны быть. Например, мы рекомендуем избегать четырех вещей. Недозволенных половых отношений, мяса, интоксикантов и азартных игр. отказаться от этих четырех видов деятельности, которые считаются грехом. Не очень-то трудно. Это не очень трудно. Эти юноши из Европы, Америки, молодые люди, они отказались от этого. Итак, в обществе, превалирует греховная деятельность, людей ожидают последствия. И эти четыре вещи считаются грехом. Недозволенный секс, мясо, убийство животных без необходимости, одурманивающие средства и азартные игры. Это четыре вида греха. Ведическая цивилизация подразумевает свободу от этих грехов. И тогда все остальное автоматически приложится. Я думаю, господин Тойнби, однажды в Нью-Йорке я видел вас на телевизионной программе, и вы сделали вывод, что если эта эпоха породит людей, которые развили дух отречения, истинного отречения от мирских устремлений, этот мир сможет исправить свое нынешнее положение, сложное положение. Да. Вы видите какие-то изменения в западном мире или нет? Изменения могут произойти в любой момент при условии, что люди примут это движение хотя бы немного всерьез. Изменения будут к хорошему, к лучшему. И ваша статья говорит о том, что вы тоже радуетесь за эти хорошие изменения. Вы можете сотрудничать с нашим движением ради блага всех людей. Как вы считаете, что это дух истинного отречения, как вы это называете? Как по-вашему в это время это может произойти в этот период истории? Есть некоторые признаки в западных странах свидетельствующие о том, что люди стали утрачивать интерес к профессиям, которые приносят наживу, насколько я понимаю. Некоторые незначительные признаки, но довольно отчетливые. В течение долгого времени только благодаря сильным страданиям люди научатся менять свое отношение к жизни. Я думаю, в Англии настоящий момент, люди всех категорий стремятся заработать больше, улучшить свою жизнь. Они думают почти только об этом все время. А это не приведет их к счастью, они не смогут по-настоящему достичь этого. Многие молодые люди, особенно молодые люди, наше время находят это отречение довольно простым и легким. Да, как Прабхупада говорит о четырех принципах и других правилах. И мы можем, конечно, поверхностно это делать, но в нашем сознании есть это отречение, потому что мы все отдаем Кришне как служение. А как насчет Америки? Как насчет Японии? Это азиатская страна. Но они очень успешны в западном образе жизни сейчас. У нас там тоже есть два центра. В Японии тоже есть центры. У меня такое впечатление, что японцы не очень-то счастливы. Никто не может быть счастлив материалистическим образом жизни. Это факт. Да. Прабхупада основал центры по всему миру. 110 центров. И тысячи людей оставляет свои материальные привязанности. В Бенгале был один секретарь правительства Тойнби. Вы знали его? Нет. Это другой человек. Возможно какая-то связь есть. бизнес я видел его когда занимался бизнесом где-то в 1948 году. Это жаль, что Бенгалия разделилась. Да. Очень грустно. Бенгалия сейчас разделена. Восточная Бенгалия сейчас называется Бангладеш. Западная Бенгалия осталась. бенгальцами. То есть, они до сих пор говорят о том же языке, они чувствуют себя бенгальцами, хотя сейчас они мусульмане. Да, они продолжают говорить на бенгальском. Индия разделилась на Пакистан и Индустан. В Индии сейчас очень много разных языков. Это довольно новое явление. В двух Бенгалиях они говорят на одном языке, да. Но в Западном Пакистане они говорят на хиндии или урду. А в Южных Штатах у них сильное сознание разных языков. Да. На самом деле. Сейчас у нас есть возможность говорить на английском по всему миру. Да, это так. Вся Америка говорит на английском, Австралия, Новой Зеландия. В Индии тоже практически все образованные люди говорят по-английски. В Африке, также и в Европе они понимают английский язык. Не все, но особенно немцам не нравится. им не нравится. Только в аэропорту. Франция? Какая ситуация во Франции? Им тоже не нравится. Нет. В Канаде два языка, английский и французский. К сожалению, они не дружат. материальный мир зиждется на зависти. Духовный мир зиждется на дружбе. В этом разница. эти материалисты организовали ООН и пытаются объединить всех, но сути своей они завистливы, поэтому они никогда не смогут объединиться. Это лишь просто фарс. Что вы думаете? они не смогут объединиться, потому что в сердце своем они завистливы. Они собираются на ассамблее ООН. Один человек говорит, испытывая зависть к другому, другой человек говорит, тоже с завистью. Как же они смогут объединиться? Это невозможно. Поэтому они должны подняться на уровень сознания Кришны. Это очень научное движение. Я бы хотел, чтобы такие люди, как вы, могли в силу своих возможностей как можно активнее участвовать, чтобы продвигать это движение. Что мы имеем в виду под отречением Прабхупада? Отречение. На самом деле не может быть и речи о отречении. Согласно нашей философии, например, отец и сын. Сын не может отрекаться от покровительства отца или от его собственности. Так или иначе, ему нужно пользоваться этим. Поэтому отречение означает, так же, как у каждого сына есть право на собственность отца, так и каждое живое существо имеет право жить за счет Бога. Но они не должны посягать на права друг друга это отречение. в настоящий момент люди посягают на права друг друга. И это греховно. За это их ждет наказание. Например, у каждого живого существа есть право жить за счет Бога. но человек нарушает права животных. У них есть право так же, как у человека есть право жить. Да, я согласен. Почему же животные не могут жить? Член нации. Кто такой член нации? Это тот, кто родился на этой земле, в этой стране. В настоящий момент членам нации считается только человек. Животные в их число не входят. Животных посылают на бойни. Такого рода греховная деятельность сейчас продолжается. Поэтому отречение означает отказываться от такой греховной деятельности. Это настоящее отречение. В противном случае вы не сможете ни от чего отречься. Вам нужно жить. вам позволяет жить за счет Бога. Все принадлежит Богу. Вы сын Бога. Живите, но не посягайте. Так наставляет Иша Панишад. Все принадлежит Богу. У вас есть право наслаждаться долей, выделенной вам, но не посягайте на чужие права. Это отречение. Но они посягают на чужие права, особенно люди. И в этом причина всех проблем. Потому что они не сознают Бога. У них нет понимания Бога. Они не знают о следующей жизни. Что вы думаете по поводу жизни после смерти? мое мнение таково, что индивидуум в этом мире на время отделен от духовной реальности. И после смерти мы воссоединяемся с этой реальностью, от которой мы были отделены. Это идея христиан. Да. Да. После смерти. христианства что касается насколько я знаю, в христианстве есть понятие ада и рая. Кто-то отправляется в ад, кто-то в рай. Разве не так? Да? Я думаю так. Так я думал об этом. Это христианская идея. Итак, если мы говорим об аде и рая, это означает, что мы ответственны в этой жизни за нашу следующую жизнь, когда мы пойдем либо в ад, либо в рай. Да, я соглашусь с этим. Хорошо. То есть, значит, следующая жизнь существует и согласно вашей работе, вашей деятельности вы либо попадаете в ад, либо в рай. Вы верите, что карма продолжается из прошлой жизни? Да, конечно, она переносится. Если вы становитесь хорошим учеником, то в будущем вы получите хорошую работу, вы будете хорошим профессором. Если же вы учитесь недобросовестно, то как вы можете стать профессором? Да. Поэтому мы не можем отрицать карму. Точно так же в этой жизни, как сказано Шимадхбхагаватам, в соответствии с вашей кармой и подзорким оком высшей власти вы получаете тело. Живое существо обретает определенное тело в соответствии со своей кармой. И этим телом ее награждает высшая власть. Люди сейчас не имеют представления об этих вещах. Они не знают. Все это описано в Ведических Писаниях, но они не проявляют большого интереса к этому. Практически они пребывают во тьме, не зная, что и ждет. Я разговаривал с профессором Котовским в Москве. Он возглавляет факультет эндологии. И этот человек сказал мне, Свами Джи, после смерти ничего нет. всему приходит конец. Я удивился, такой образованный человек не имеет представления о переселении души. Таковы изъяны современной цивилизации. Лидеры, учителя не обладают достаточным знанием. я думаю, в западных странах сейчас люди очень боятся смерти. А особенно в Америке люди очень боятся. Они даже не упоминают об этом, они не думают о смерти. И это большая слабость. Можно думать о смерти. Нет, нет, это естественно, это естественно. Допустим, после смерти, если я займу положение ниже, чем нежели то, в котором я сейчас нахожусь, естественно, я буду бояться. Поэтому, если кто-то дает мне... Это факт. Недавно один астролог сказал, что один из величайших политиков в Индии сейчас родился собакой в Швеции. Может быть, это правда, может быть, нет. Но есть такая возможность. Потому что из шастры мы узнаем кармана по деятельности, про критию, природу, в зависимости от того, как мы поступаем. Например, если мы переедаем по законам природы, мы сразу же получаем несварение. То есть, нельзя отрицать этот закон. Я страдаю от своей кармы. Соответственно, с моей кармой я получаю тело. Да. Я страдаю или наслаждаюсь. Об этом сказано в Бхагавадгите. в Бхагавадгите. в Бхагавадгите. в Бхагавадгите. Домой к Богу. Такой человек не боится смерти. В отношении саду, святого человека, говорится, что живет он или умирает, для него нет разницы, потому что он возвращается к Богу. Карму можно изменить? к лучшему или к худшему? Да. Карму можно изменить при помощи Бхакти. В противном случае нет. Только благодаря Бхакти. Об этом сказано в шастрах. Карму можно нейтрализовать только Бхакти-бхаджам, преданным служением. Никак иначе. Поэтому наша обязанность это прилагать усилия только ради продвижения в сознании Кришны и не отвлекаться на все остальное, на экономическое развитие. Потому что все это подчиняется законам кармы. То счастье и страдание, которое мне осуждено по своей карме получить, придет ко мне естественным образом. Вам не нужно прилагать отдельных усилий к этому. Но если вы не будете стараться развивать сознание Кришны, то вы просто впустую тратили свое время. А что касается остальных вещей, то они придут и уйдут в соответствии с кармой. Но немногие люди в западных странах думают об этом сейчас. И это не очень хорошо. Это не хорошо. Это свидетельствует о недалеком разуме. Если они не знают закона кармы и переселение души, о смене тела, это означает нет интеллекта. В Индии многие люди живут по-западному, в городах, работают на заводах, в офисах. означает ли это, что у них западный образ мысли, западные взгляды или не сопротивляются этому? Нет, все можно изменить. Сознание нужно изменить. Пусть человек работает на заводе, в офисе, в городе, неважно, он должен изменить свое сознание, и тогда он будет совершенным, если он будет сознавать Кришну. Нужно изменить сознание, тогда все приложится естественным образом. Какую сейчас вы пишете книгу? Я пишу книгу о Греции, о влиянии древней Греции на нынешнюю Грецию. Как и у Индокитая, у греков великое прошлое, и это представляет для них проблема, потому что они как бы живут в тени своего прошлого, и они не знают, как быть с этим. Я пишу об этом. Что вы думаете о связи между древними греками и Индией? Греки в Индии между греками и индийцами. На протяжении нескольких столетий они играли очень важную роль в индийской истории, очень важную. Многие из них изменили свою религию и приняли индийскую религию. Если говорить о нашей Махабарате, мы знаем, что греки пришли из Индии изначально. Джаяти, они были потомками сына Яяти Махараджа. Эти сведения содержатся в ведических текстах. Был такой грек по имени Гелиодор и он установил монумент и говорится, что он принял индуизм и ислам. 5000 лет назад, я не знаю, что ваше исследование говорят, но по всему миру была ведическая культура. По всему миру. Постепенно появились новые религиозные системы культуры. Например, недавно Индия разделилась на Пакистан и Индустан. 25 лет назад не было такого. То есть все это было Индустаном. Через несколько лет еще какой-нибудь стан появится. Сейчас и Пакистан разделился. Также Индонезия. Они вроде бы и мусульмане внешне, но внутри они индусы. Я был в Индонезии. У них индуистская культура, но по вероисповеданию они мусульмане, а названия у них индуистские. например, Гаруда, аэропорт Гаруда. Гаруда это носитель Вишну. я видел их театр теней и все пьесы, все герои были из индийской истории, из индийских эпосов, не из исламских. У них у всех два имени, санскритское имя и арабское имя, так ведь? Да. На Яве они все индусы до сих пор. В Индонезии тоже много индусов. У них ведическая традиция поклонения, они признают Вишну. Шиил Прабхата, как вы видите будущее, историю, будущую историю? Об этом сказано в Шимадбхагаватам. Правительство будет состоять из негодяев и воров, мошенников. Все, что они будут делать, это эксплуатировать людей. С одной стороны, из-за нехватки дождей будет мало пищи. С другой стороны, правительство будет облагать народ непосильными налогами. Положение людей станет таким невыносимым, что они побросают свои дома и уйдут в лес. Такой будет Каль-Юга. Постепенно злаки перестанут расти. Особенно рис, пшеница, сахар, молоко. Всему этому придет конец. И людям придется есть плоть. Обо всем этом сказано в Шимадбхагаватам. То есть есть ли в таком случае надежда на движение, как у нас, исправить ситуацию? Да, если они примут сознание Кришны. Об этом также сказано Киртанат. Благодаря сознанию Кришны человек может избавиться от всех этих бедствий и вернуться домой к Богу. Только люди, сознающие Кришну, освободятся от всех этих бедствий. Другим придется страдать. То есть общество в общем не улучшится. большая часть населения будет такой. Но всегда есть свет и тьма. Поэтому те, кто на стороне света, они также будут. Это единственный путь принять сознание Кришны. Об этом сказано Шимат-Бхагаватам. В Кали-югу Кали-юга это океан недостатков. Доша Нидхи. Нидхи значит океан. Доша значит недостатки. Но есть одна возможность. Очень большая выгода. В чем она? Киртанат Эва Кришна Сья. Благодаря одному лишь повторению имени Кришны человек освободится от всех бедствий и вернется домой к Богу. Только благодаря этому Киртанат Эва Кришна Сья. Именно это слово здесь используется. Это единственное прибежище. Если люди примут сознание Кришны, они будут спасены от всех бед этой эпохи. В противном случае другого выхода нет. Они уйдут в лес, превратятся в хиппи. Гирикананам означает в леса, в горы. Они уйдут. Дара значит жена и даровина значит деньги. Они разлучатся со своими женами с деньгами и уйдут в леса, в холмы от разочарования. Это уже происходит. Мистер Тойнби, это соответствует вашей точке зрения на будущую историю? Да, это будущая история. Вы можете предсказать в своих работах. А многие ли политики в Индии поддерживают ведические идеалы. Нет, нет, они отказались. Политики считают, что эти книги бесполезны и их нужно просто бросить в реку. Они так и говорят принародно. Они не заинтересованы в этом. Я начал это движение со своими учениками из Европы, Америки. Нынешние политики не хотят этого. Повсюду можно наблюдать примерно одно и то же настроение, но наш долг от имени Кришны проповедовать это движение. И мы делаем это. И мы получаем отклик или даже не получаем. это движение будет расти. Об этом также сказано. В течение 10 тысяч лет движение сознания Кришны будет расти. Если в течение этих 10 тысяч лет они обретут сознание Кришны, то их жизнь успешна. Через 10 тысяч лет нарисуется мрачная картина Кали-юги. Но все же еще есть 10 тысяч лет. Это немалый срок. 5 тысяч лет Кали-юги уже прошло. Еще 10 тысяч лет. 15 тысяч лет. Кали-юга длится 427 тысяч лет. Что ж, спасибо вам большое. Я прошу прощения за то, что не смогу увидеться с вами на следующей неделе, что было бы удобнее для вас, но, к сожалению, на следующей неделе я очень занят. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали сегодня вечером. Это было очень любезно с вашей стороны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!